Заметки Электрика Это комплектная трансформаторная подстанция КТПН с напряжением 10 на 0,4 Вот, видите, напряжение здесь 400 В Здесь, в общем, это у нас две секции 0,4 кВт, два ввода То есть два трансформатора, два ввода и с межсекционным автоматом между этими секциями Дело в том, что КТПН не так давно вели в работу И нагрузки еще как бы соответствующих здесь нет Видите, здесь все по нулям Здесь тоже все по нулям И здесь вот последняя панель на этой секции здесь по нулям А здесь у нас подключена одна единственная нагрузка Как видно по амперметру, ток нагрузки составляет примерно около 140 А А вот на вводе установлен цифровой прибор Цифровой амперметр ЦПА72 на три фазы И, как видите, здесь показания достаточно разнятся по отношению к отходящему фидеру То есть у нас на вводе должен быть такой же ток, как и на отходящем фидере Потому что подключена всего лишь одна нагрузка Тут долго думать как бы не стоит Здесь просто-напросто неправильно выставлен коэффициент по отношению к трансформаторам тока на вводе Нужно настроить коэффициент Чтобы привести значение по каждой фазе, значение токов в соответствие Ну вот здесь-то я и столкнулся с очень интересной такой проблемой Ситуация такая В общем, этот прибор, он поставлялся и все остальные щитовые приборы Они поставлялись с данной КТПН в комплекте И на него поставщик не предоставил руководства То есть ни на этот, ни на этот, ни на другие остальные приборы Первая проблема Я так и не понял, какой же сайт у производителя TDM является официальным Есть сайт TDME, есть сайт TDMElectric.ru Есть сайт NEMC.ru Вот такое вот разное количество И все как бы пишут, что они являются представителями TDM Суть в том, что я данный прибор везде нахожу Но ни на одном из этих сайтов я не мог найти руководство по эксплуатации прибора Чтобы определить для себя, как осуществить программирование Потому что здесь я пытался как бы методом тыка определиться Он здесь сразу запрашивает пароль И дальше доступ к программированию мне не дают Везде я нахожу данный прибор И нигде нету ссылочки на его руководство по эксплуатации Как делают зачастую обычные производители То есть идет каталог продукции Например, какой-то автоматический выключатель ВА4729, там такого-то номинала Заходишь во вкладку данного автомата Там идет технические характеристики, описания И так далее, и тому подобное И обычно в конце имеется какая-то вкладочка Документация Куда они прикладывают руководство по эксплуатации Паспорта, формуляры и прочее, прочее, прочее Здесь же ничего подобного я не встретил То есть, ну ничего страшного Захожу в поисковую систему Ввожу в строке, в поисковой строке Тип прибора, там, ЦПА72 Руководство по эксплуатации И ничего я не нахожу То есть, Яндекс не проиндексировал Ни одно руководство на данный прибор Вот же заморочка на ровном месте, вот, кажется Ну, приложите вы ссылочку внизу Почему я должен такими трудами искать Руководство на ваш же прибор Иду далее Звоню по телефону, которые указаны на всех сайтах TDM Electric, которые я нашел Указаны телефоны для обратной связи Там, техподдержки и так далее И, в общем, только со второго звонка Причем, тоже пришлось посидеть 3 минуты Послушать музыку в трубке И, в общем, дозвонился я до поддержки Там меня еще несколько раз переключили Пока поняли, что вообще от меня требуется И связали со специалистом Специалист сказал, что заходите на сайт NEMC Там есть вкладка Листайте, не надо заходить, говорит, в продукцию А листайте сразу ниже Там есть вкладочка паспорта Заходите в паспорта И там, среди опять же всего этого списка Ищите необходимый паспорт Только вот таким же, вот таким вот образом Мне получилось найти руководство на данный прибор Вот такая вот у нас история с поисками вышла Ну, а сейчас что? Дольше разговаривал, дольше объяснял ситуацию Историю, предысторию Приборы эти сейчас стали достаточно часто У нас встречаться на новых объектах Может, тоже кому будет интересно И не будет искать таким же образом По моим следам А сразу перейдет на видео И посмотрит, как осуществляется программирование Итак, поехали Такая вот у нас водная ячейка Ну, там уже секция сама 0,4 кВт Это вот у нас стоят Три трансформатора тока Дальше у нас идет автоматический выключатель Hyundai О нем я как-нибудь расскажу Если вам интересно Смотрим схему Вот у нас наш фидер Вот разуматор тока Здесь установлены В каждой фазе И смотрим коэффициент Коэффициент 2500 2500 на 5 Вот этот коэффициент Нам и нужно выставить в нашем приборе Чтобы правильно отображались Значения токов по фазам Как это делается? Нажимаем кнопку SET Здесь нужно ввести код Код 0,0,0 И 1 Нажимаем кнопку SET Так, и здесь необходимо нам ввести Уже наш коэффициент трансформаторов тока Коэффициент трансформаторов тока считается 2500 надо разделить на 5 Получается 500 Здесь ставим 0 Переходим в следующий разряд Следующий И здесь ставим вот таким образом 500 И удерживаем 3 секунды В итоге на выходе Имеем соответствующий ток Вот 140, 146, 145 ампер Что соответствует Что соответствует нашему Стрелочному щитовому прибору Если вам понравилось видео Обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Если у вас есть какие-то вопросы То не стесняйтесь Спрашивайте об этом в комментариях Ну а с вами как всегда был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч